Что такое лечение без химических препаратов и насколько оно действенно? Вместе с экспертами в области как народной, так и классической медицины выясняем, в каких случаях применение натуральных средств, растений, овощей и фруктов себя оправдывает, а в каких наоборот бесполезно или даже вредно. Это программа «Без химии» и я, Алиса Фёдорова. Тема сегодняшнего выпуска – кости и суставы и методы их укрепления. По статистике, более трети жителей России старше 60 лет страдают остеопорозом. Это самое распространённое заболевание костной системы, при котором возрастает риск развития переломов, даже при незначительной нагрузке. Истончение костей, вымывание кальция, слабые суставы – сегодня эти симптомы знакомы даже молодым людям. К счастью, при дистрофии костной ткани первичная профилактика возможна. Это спорт и правильный рацион. Когда мы говорим об укреплении костей и суставов без химии, то обычно вспоминаем о пище, содержащей кальций. В первую очередь молоке, продукции из него, а также орехах. Апологеты народной медицины добавляют к этому списку старинное и довольно таинственное средство – мумиё. Горсть орехового ассорти в день заменит все витаминные комплексы для укрепления скелета. Однако разновидностей орехов огромное количество, и влияние разных сортов на организм тоже разное. А знали ли вы, что один из самых популярных орехов – миндаль – на самом деле вовсе не орех? А что же, спросите вы? Сейчас расскажу. Миндаль – очищенные ядра семян кустов или деревьев семейства разоцветных. Это не косточка абрикосов, как некоторые думают. Скорее, его можно отнести к родственникам сливы. Еще целый ряд плодов, которые мы привыкли считать орехами, ботаники относят к другим семействам. Но не будем так уж дотошны. Для нашего маленького эксперимента это не особенно важно. Проверим, какие орехи предпочитают представители живой природы – еноты. Может быть, звериное чутье подскажет им самый полезный? Енот всеяден, как и мы с вами. Они очень любят бананы, но это все-таки сладкое, поэтому это больше побаловать, полакомиться. Точно такую же роль играют орехи, сухофрукты, изюм. В эксперименте участвуют два енота – Котя и Фрося. Перед ними четыре контейнера с разными видами орехов. Сначала зверьки не особенно интересуются содержимым. Котя, Котя, смотри. Иди посмотри, иди посмотри, что стоит в коробочках. Фрося, Фрося, пойдем. Но освоившись, Фрося все-таки заглядывает в один из контейнеров. Что же она выберет? Попробуй. Фундук. Вкусно? Точно? Абсолютно. Так, вывод. Если едете к енотам в гости, привозите фундук. А теперь о пользе разных видов орехов для людей. В 100 граммах фундука – 123 миллиграмма кальция. Это не самый высокий показатель. Куда больше этого полезного для костей элемента в миндале, в бразильском орехе и особенно в кунжуте. В миндальном орехе большое количество кальция и магния. Эти вещества необходимы для крепости костей. Если мы используем грецкий орех, то там в обилии присутствует омега-3. Полезные жиры. Это тоже нам нужно больше уже не для крепости костей, а для упругости. Можно еще использовать, например, кедровые орехи. Там много витамина В6, который тоже необходим нашим костям. Но кроме многочисленных полезных веществ, орехи, так же как зерна, семечки и бобы, содержат фитиновую кислоту. Это компонент природного защитного механизма такого вида растений. Попадая в пищеварительный тракт, кислота связывает железо, цинк и кальций, уменьшая их абсорбацию желудком. В итоге полезные элементы не усваиваются в полной мере. Я правильно поняла, что сами по себе орехи, вот если их так есть, там, горсточку в день, скелет нам что, не укрепят? Нет, конечно. Они будут абсолютно бесполезны. Еще хуже, они будут способствовать развитию патогенной микрофлоры и вызывать вот такие неприятные моменты, как метеоризм, как кожное высыпание. Поэтому орехи нужно подготавливать. Что значит подготавливать? Наша задача создать для них условия, которые будут способствовать их прорастанию. То есть мы их погружаем в воду и оставляем, так, например, на ночь или на несколько часов. То есть от 3 до 6, там, 10 даже часов совершенно спокойно можно вымачивать. Когда она попадает в такую среду, эти вещества разрушаются, и идет активизация всех полезных веществ, которые есть в семечке или в данном случае в орехе. Заливаем это теплой или комнатной температуры. Можно и холодной, главное не горячей. Кипятком не заливаем. Все, и в таком виде мы оставляем это вот с вечера мы залили порцию для себя. Утром слили воду. Утром съели. И съели. Ну, например, с салатом. Своим личным рецептом вкусного, сытного и полезного завтрака с нами делится Екатерина Кузнецова, актриса театра и кино. Она увлекается серфингом, поэтому для нее важно, чтобы кости оставались крепкими. Катя, что у нас тут за ореховый рай такой? Это такой вот, в принципе, достаточно популярный завтрак. Чтобы его приготовить, нам понадобятся йогурт, несколько видов орехов, мед, яблоки и гранола. Смесь полезных злаков, сухофруктов, специй и натуральных сиропов. Я очень люблю какие-нибудь такие плотные завтраки, но когда нет времени, просто покупаю ее, смешиваю с орехами и заливаю все йогуртом. Кто-то любит творог со сметаной, да я как-то к творогу равнодушна, поэтому я стараюсь брать все-таки вот, скажем так, кальций и укрепление костей через орехи и через молочные, скажем так, продукты. И это, наверное, очень такая энергодающая, мне кажется, такая вещь. Да, да, во-первых, сытость, да, сытость, во-первых, у тебя подольше за счет того, что у нас как бы здесь присутствуют орехи, вот. Ну, можно добавить, кто любит, например, пекан, он чем-то похож на грецкий орех. Добавляю мед, мед люблю гречишный. Выглядит очень вкусно. Да, и запах, запах у него еще отличный. Если я, например, такое съедаю где-то в районе, там, 7 утра или 8, то мне хочется есть через, ну, где-то в районе только 2-3. М-м-м, супер, очень вкусно. Вкусно? Угу. Практически каждый из орехов по-своему помогает улучшить состояние костей. Заметьте, улучшить, но не излечить от болезней. Факторов развития того же остеопороза много. Это могут быть генетические нарушения, заболевания эндокринной системы, прием лекарственных препаратов и многое другое. Так что рассчитывать исключительно на пользу продуктов с содержанием кальция в борьбе с заболеванием не стоит. Надо сказать, что орехи в средиземноморской диете показаны прекрасными исследованиями последних лет для здоровья костей. Единственное, надо помнить, что они весьма калорийные, потому что в орехах 50-60% жира, а жир – это самый калорийный компонент в нашей еде. Поэтому не очень много, но вообще очень полезно, когда в гордках орехов человек съедает каждый день. Это рекомендация современных диетологов. Подведем итог. Кальцием особенно богаты миндаль, кунжут и бразильский орех. Это благотворно сказывается на состоянии костей. Льняные семена и грецкие орехи содержат калий, который предотвращает вывод кальция из организма. Из минусов – орехи очень калорийные, поэтому их не стоит есть больше 30 граммов в день. Кроме того, они могут вызывать аллергию. Фитиновая кислота в орехах препятствует усвоению полезных минералов. Чтобы нейтрализовать ее действия, перед употреблением орехи нужно вымачивать в воде. Эту похожую на смолу субстанцию начали применять в целебных целях на Востоке еще 4000 лет тому назад. Сегодня это средство занимает прочную позицию и в российской народной медицине. Возможно, вы догадываетесь, что его название не случайно так похоже на слово «мумия». Было даже время, когда редкое целебное средство добывалось прямо из гробниц. Пожалуй, ни об одном лечебном продукте не существует такого количества экзотических версий происхождения. В последние годы наиболее ходовой считается биогенная гипотеза, согласно которой в образовании «мумиё» принимали участие геологические процессы растения, животные, микроорганизмы и климат. Это сложная смесь продуктов органического происхождения, и полимеры, и большие молекулы, малые молекулы, которые содержат углерод, содержат кислород, фенольные соединения и обязательно содержат микроэлементы – кальций, медь, марганец. Ташкентский хирург Адыль Шакиров с помощью «мумиё» излечил десятки пациентов. В своей докторской диссертации профессор узбекского НИИ травматологии и ортопедии доказывает, что «мумиё» способствует заживлению переломов и ушибов. Но это один из редких примеров, когда светило официальной медицины всерьез исследует таинственный природный бальзам. А вот в восточных практиках с «мумиё» работают столетиями и утверждают – оно реально помогает. Чем же он полезен для костей и суставов? Хорошо, как литерные средства, противовсе пороз. И также, поскольку постепоспалительное действие есть, его можно использовать для суставных болях. «Мумиё» может выглядеть по-разному. В аптеках обычно предлагают такие вот баночки с вязкой с темной жидкостью, похожей на смолу. Ещё препарат выпускается в таблетках и капсулах. Как правило, в России продаётся алтайское «мумиё». А вот в этой восточной клинике нам показали высушенный гималайский продукт. Растворяется. Пусть как чай. А давайте попробуем растворить магазинные «мумиё» в воде тоже. Просто ради интереса. Это тоже растворяется. Да, растворяется, смотрите-ка. Но цвет очень отличается при этом. Почему, интересно, так? Вот этот как-то прям красивый такой. Зависит от какой местности собирали, да? Может быть, немножко отличается даже составы. Изотопный анализ показал, что по составу «мумиё» похоже на горную флору. Однако достоверной химической стандартизации этого сложного органно-минерального продукта до сих пор нет. Проще говоря, современная наука не знает, откуда «мумиё» берется и как накапливается в горах и пещерах. Доказательная база для его клинического применения тоже отсутствует. «Мумиё» не входит в перечень лекарственных препаратов, однако купить его можно практически в любой аптеке, не говоря уже об интернете. Можно попробовать? Давайте, да. Всё не буду. Ой, невкусно. Да лекарство не должно быть вкусно. Как вот правильно смешивать «мумиё» для наружного применения? Мы предварительно так смельчиваем, потом добавить, перемешать, перемешать, пока не получается такой формы сметаны. И что? Вот, допустим, у меня травма коленки, я намажу это на неё. Сколько времени я должна? Портица держать, потом можно промывать. Восточный врач утверждает, эффект от таких процедур почувствуется через неделю регулярного применения. Казалось бы, прекрасно работающий препарат. Почему же его до сих пор не используют в больницах и поликлиниках? Причина очень проста. Во-первых, дичайшее количество подделок. Во-вторых, состав у меня из разных источников очень сильно отличается. Оно получается в результате плохо изученных, долгих процессов переработки отходов от деятельности мышей, в том числе летающих и различных грызунов, а также в ряде случаев, как переработка продукции пчёл, которые внездятся в горах. Сколько и как употреблять мумиё? Если у вас воспалены суставы или старая травма, или недавняя травма, вы хотите облегчить ситуацию, вы можете использовать очень простой домашний рецепт. Мы возьмём в данном случае уже приготовленную мумиё, которая продаётся алтайская. Берём любую палочку. Чтобы смешивать с кремом, мы просто оставляем вот такие вот точечки. Много его не надо, потому что там содержится очень много минеральных веществ, которые в большой дозе являются токсичными, как и в большинстве настоящих лекарств. То есть мы вот, соответственно, наносим вот так крем. Понятно. А сколько держать? Это накладывают на несколько часов. Тот же хирург Адыль Шакиров в своей диссертации описывает случаи, когда 60-летний мужчина за 50 дней при помощи мумиё восстановился после закрытого перелома плечевой кости со смещением осколков. Это почти вдвое быстрее обычных сроков. Но медики по-прежнему смотрят на применение горного бальзама скептически. С мумиё надо быть очень осторожным, потому что это биологически активное вещество, оно нередко вызывает побочные действия, которые проявляются, например, в росте полипов на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта. Польза мумиё для костно-мышечной системы заключается в его регенерирующих и противовоспалительных свойствах. Препарат назначают как при переломах и ушибах, так и при артритах и ревматизме. Мумиё нельзя применять больным с онкологическими заболеваниями, людям с высоким артериальным давлением, детям до 12 лет, кормящим и беременным женщинам. А если параллельно используются другие лечебные средства, необходима консультация лечащего врача, чтобы избежать непредсказуемых конфликтных реакций. Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, ежедневная оптимальная норма кальция – 1200 мг. Казалось бы, набрать её за день не так уж и сложно, например, литром молока, кефира или ряженки. А 100 граммов твёрдого сыра – это уже половина суточной нормы. Но так ли всё просто на самом деле? Ведь кальций – минерал капризный. То, что он попал в организм, например, с молочной продукцией, ещё не означает, что он принесёт пользу. Для этого кальцию нужны помощники. Кальций, как строительный материал для костной системы, должен пополняться в организме постоянно. Молоко и продукты из него – богатый источник полезного элемента. Однако важнейшее условие для его полноценного усвоения – присутствие в организме витамина D. Можно потреблять много содержащих кальций продуктов и при этом всё равно испытывать его дефицит. Особенно острая ситуация становится в пасмурное время года, ведь главный источник витамина D – солнечный свет. Но есть и продукты, в которых два соединения соседствуют друг с другом. В первую очередь, наиболее полезные – это молочнокислые продукты, потому что кроме того, что непосредственно содержится кальций в дозе примерно 300 мг в стакане кефира простокваши, ещё есть сопутствующие вещества, которые помогают усвоению кальция. Например, магний, витамин D, витамины группы В, витамин С. Кальций важен для роста человека, начиная уже с первых месяцев его нахождения в утробе матери. В подростковом возрасте костная ткань продолжает уплотняться, и процесс этот идёт до 19-20, а то и 25 лет. А вот полезно ли молоко взрослым? Этот вопрос до сих пор считается открытым. Недавно выполнены исследования, большие исследования шведскими авторами, которые показали, например, шоу женщин, которые повышены в потреблении молока, у них возрастает смертность и возрастают переломы шейки бедра. Поэтому общее представление таково сейчас в научном мире, что молоко прекрасно для детей до двух лет. А вот после аккуратненько количество молока потребляемого можно снижать. Почему? Потому что снижается уровень ферментов, расщепляющих молочный сахар и так далее. Но это было показано для женщин. Таких убедительных данных пока для мужчин нет. И поэтому общее представление, что с возрастом желательно количество молока употреблять поменьше. Ортопеды советуют рацион с включением молочных продуктов при воспалительных поражениях суставов, артрите и ревматизме, обменной дистрофических, остеопорозии и подагре, а также для скорейшего восстановления после переломов. Правда, одной молочной диетой не обойдёшься. Нужны ещё и физические упражнения. Какие? Сейчас узнаем. Я сломала колено где-то год назад. Сейчас проведём тест, посмотрим, что сейчас у нас с коленкой. Этот аппарат в одном из столичных реабилитационных центров позволяет медикам точно проанализировать угол сгибания в каждом суставе, длину шага и время контакта стопы с поверхностью пола. Пока данные обрабатываются, выясняю, как ортопеды оценивают влияние молочных продуктов на наши кости. Одной молочкой дело не поможешь. Здесь более правильно подобрать для вас полноценный рацион из правильного соотношения белков, жиров и углеводов и минералов. Рыба, мясо в том числе. Упражнения назначаются индивидуально. В нашем случае упор делаем на ноги. Минимальный курс в зале – 10 занятий. Начинаем с упражнения на четырёхглавую мышцу бедра, который отвечает за разгибание ноги в коленном суставе. Работаем в умеренном темпе, среднем, носок на себя. В верхней точке мы максимально напрягаем четырёхглавую мышцу. Выполняем 4 подхода по 18-20 повторений. Ой, как много! Те, у кого нет возможности посещать спортзал, могут приобрести такие резиновые эспандеры. Они компактны и легки в использовании, а заменяют сразу несколько тренажёров. Тренер показывает, как с их помощью укрепить суставы и мышцы ног. Располагаем эспандер над голеностопным суставом. И смотрите, будем делать сгибание ноги в тазобедренном суставе. При этом четырёхглавую мышцу постоянно держим в напряжении. Четыре подхода по 20 повторений. Ну и самая приятная часть тренировки в бассейне. Температура воды 34 градуса. Сначала разминка, потом велосипед. Крутить педали в воде проще, чем на суше, но это нисколько не меняет биомеханику движения в суставе. Такие занятия назначаются тем, кто только недавно пережил серьёзную травму и заново учится ходить. В подобных случаях одним питанием делу не поможешь. Вам нужно больше литра, примерно полтора литра молока, чтобы получить эту дозу. В регионах, где, в том числе и в России, есть такие регионы, где встречаются минералы, в которых есть кальций, то там вода тоже насыщена. Но, к сожалению, в большей части России кислые минералы, кислые почвы, и кальций там и не задерживаются, а ещё и вымываются. Для укрепления костей нередко рекомендуют специальные добавки. Например, такие соли, как карбонат и хлорид кальция. Что насчёт вот таких вот добавок, вы думаете? Ну, вы его можете, конечно, добавлять в домашний творожок, вот, в какие-то ещё продукты. Но хлорид не является очень, ну, таким хорошим средством для принятия внутрь. То есть его вводят в основном внутривенно, с дополнительными инъекциями витамина, соответственно, D. Хлорид кальция бывает и в таблетках, но считается, что в такой форме он легче усваивается. Это препарат для людей, у которых не хватает кальция, может использоваться в крайнем случае. Могут ли быть побочные эффекты? Побочные эффекты могут приводить к тому, что у вас будут ломаться кости, наоборот. Несмотря на то, что вы употребляете больше кальция, но его отложения, когда они не будут купированы другими соединениями, которые позволяют откладываться, как нужно и где нужно, вы получите болезни, которые связаны с нарушением метаболизма. Кроме того, кальция ответственна за передачу нервных импульсов и за многие другие реакции. Научные данные свидетельствуют, что употребление адекватного количества молочных продуктов способствует набору пиковой массы костной ткани в возрасте до 30 лет. При этом уменьшается риск переломов в будущем. Стакан, например, простокваши или кефира достаточно, или 30-50 грамм твердого сыра. Всё это всасывается у нас в кишечники, поступает кровь, и уже стоком крови разносится по всему телу, и все кости укрепляются в равной степени. Единственное, что если у человека остеопороз, то нужно искать проблему не в том, что ему не хватает кальция, а в том, что у него нарушена работа, в первую очередь, щитовина железы. Она регулирует кальциообмен. А что делать тем, у кого непереносимость лактозы? По статистике, остеопороз часто поражает именно таких людей в возрасте. Молочную продукцию можно заменить молоком растительного происхождения. Кроме того, это различные овощи и фрукты, которых сейчас рекомендуется до 400-500 грамм в день. И этого вполне достаточно для получения достаточного количества кальция. Зелёные овощи, всякие вести зелёного цвета. Переходим к выводам. Молочные продукты – источник 70% кальция, который получает из пищи средний житель нашей страны. Элемент быстро поглощается, в том числе благодаря сопутствующим микроэлементам и витамину D. С точки зрения пользы здоровью, лучшая жирность – от 3 до 4% для молока и кефира, от 5 до 9% для творога. Из минусов продукта – не все переносят лактозу. Если это про вас, замените цельное молоко на кисломолочные продукты или растительные – соевое, кокосовое и миндальное молоко. Подведём общий итог. Польза молочных продуктов для костей во многом обуславливается наличием в них кальция и витамина D совместно с жирами, необходимыми для их усвоения. Но даже если исключить молоко из рациона, останется множество способов пополнить запасы главных преимуществ напитка. Кальций можно получить из предварительно вымоченных в воде орехов, наиболее богатым миндаль, фундук и кунжутные семечки, а витамин D есть в яйцах, грибах и рыбе. Также можно принимать его в виде биодобавок. А вот что касается мумиё, тут важно не прогадать. Не обладая достаточной информацией, отличить качественный препарат от подделки весьма непросто. Так что перед тем, как купить чудодейственное лекарство в первом попавшемся магазине, стоит подробно изучить все «за» и «против» и только тогда принять решение, быть или не быть мумиё. Несбалансированное питание, малоподвижный образ жизни, недостаток нужных витаминов и микроэлементов – вот основные факторы, провоцирующие снижение плотности костной ткани. И если речь идёт о предотвращении остеопороза, то, конечно, мумиё, молочные продукты и орехи не помешают. А вот если болезнь запущена, то одними сырами и семечками не обойтись. К профилактике придётся присоединить медикаментозную терапию. Это была программа «Без химии» и я, Алиса Фёдорова. Пока! Продолжение следует...